По акватории реки Амур началось несанкционированное движение автотранспорта из города Амурска до села Вознесенской и обратно, что может привести к чрезвычайной ситуации и повлечь гибель людей. Подробности смотрите далее. Наступил зимний период. Всеводные объекты покрылись льдом. Все знакомы с основными правилами безопасного поведения на водоемах, но не все их соблюдают. В зимний период структура и толщина льда на водных объектах различна. Она постоянно меняется под воздействием течений, ветровых нагрузок и других факторов. Вы знаете, буквально вчера здесь машина под лед провалилась. Машина провалилась, да, вот память. Да, вы имеете в виду, что дорога еще не санкционирована, не открытая, вы просто подрагаете риск у себя. Пользоваться несанкционированными ледовыми дорогами, самовольно проложенными по льду автолюбителями, крайне опасно. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Ну вот мы сейчас находимся за Оминским мостом, поворот идет на акваторию Амура, в данном случае это протока Старый Амур, и вы видите, что двигаются автомобили. Я бы никому не рекомендовал сейчас выезжать на лед, потому что место это не обследовано. Переправа Амурско-Вознесенская еще никто не открывал, и речи пока об этом нет, хотя вроде кто-то тут пытается проводить какие-то работы, поэтому это все сопряжено с риском для жизни. Если даже кто-то провалится, никто вас будет вытаскивать, подумайте, дай бог бы остаться живым. Поэтому обращаясь к жителям города Амурско, я бы хотел попросить вас, не рискуйте жизнью своей и своих близких. Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибели на водоемах в осенне-зимний период. Жертвами льда становятся мужчины, любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто пренебрегает советами спасателей и выходят на неокрепший, рыхлый и непрочный лед. Открытие ледовой переправы Амурск-Вознесенская планируется 15 января 2023 года.